Здравствуйте! В эфире программа «События недели» с самыми интересными и важными новостями города. Вас познакомлю я, Ксения Комогорцева. В этом выпуске вы увидите Сессия Городского совета депутатов состоялась 18 апреля. О нескольких вопросах повестки наш следующий сюжет. В формировании регионального местного бюджета важная роль отводится вопросу собираемости имущественных налогов. Это транспортное, земельное и налогное имущество. Итоги собираемости имущественных налогов физических лиц, исчисленных в 2023 году, доложила Старкова Жанна. Установленный указом главы Республики Бурятия от 19 мая 2021 года в редакции от 27 мая 2022 года минимальный размер собираемости имущественных налогов для вхождения в рейтинг составляет 95%. Обеспечен он 17 муниципальными образованиями, в том числе муниципальным образованием город Севербайкальск. Сумма бомбилизованных налоговых платежей в консолидированный бюджет Республики с учетом сумм поступивших в счет погашения задолженности по итогам 2023 года по нашему городу составила 29,2 миллиона рублей, что на 1,3 миллиона или 4,8% больше суммы поступлений, сложившихся по итогам 2022 года. Сумма исчисленных имущественных налогов в физлиц в 2023 году составила 30 миллионов 29 тысяч рублей, в том числе транспортный налог начисления составили 21 миллион, земельный налог физлиц 5 миллионов и налог на имущество физлиц 4,2 миллиона рублей. В сравнении с начислениями 2022 года, в 2023 году увеличение сумм составило 9,5% или на 2 миллиона 627 тысяч рублей больше. Увеличение начислений связано за счет увеличения количества объектов налогообложения. По городу Севербайкальск собираемость имущественных налогов в 2023 году составила 96,3, то есть город занимает 11 место в рейтинговой позиции по республике среди 23 муниципальных образований. В целях обеспечения поступления имущественных налогов, повышения налоговой дисциплины, ежегодно на основании распоряжения главы муниципального образования проводится акция «Твои налоги, твоя школа, твой детский сад». То есть акция эта носит, еще раз говорю, характер, то есть дисциплинирует непосредственно работников, непосредственно вовлекает туда и родителей, и затем, значит, при подведении итогов акции то или иное образовательное учреждение получает денежный сертификат на укрепление материально-технической базы своего учреждения. В феврале месяце у нас подведены итоги акции. В акции приняли участие 12 образовательных учреждений города. Всего было учтено 2080 корректных голосов, то есть это условия акции физлиц, имеющих объекты учета, у которых отсутствует задолженность по состоянию на 2 декабря 2023 года. Членами комиссии принято единогласное решение распределить субсидию на проведение данного мероприятия по укреплению материально-технической базы следующим способом. Первое место у нас занял детский сад «Брусничка», который получает 50 тысяч рублей. Второе место – центральная библиотечная система, 30 тысяч рублей. И третье место у нас поделили художественно-историческое объединение 20 тысяч и детский сад «Золотой ключик». Развитие спорта и молодежной политики – вопрос Анастасии Кузиной. Одним из важных и главных учреждений спорта в нашем городе является детско-юношеская спортивная школа, в которой занимается 582 ребенка и действует 8 отделений. Все дети высокого спортивного уровня достигают результата, участвуют в различных соревнованиях. Я думаю, что все не понаслышке это знают. Севербайкальск – спортивный город, в котором действует 20 спортивных объединений по различным видам спорта. Горожане активно занимаются спортом и достигают хороших результатов на межрегиональных и республиканских уровнях. Это являются и каратисты, и кикбоксеры, и получается и бодибилдинг. То есть у нас спортивные танцы сейчас тоже активно развиваются. То есть очень много различных направлений. Если посмотреть любое спортивное учреждение, ежедневно у нас загружено почти с 8 до 10 вечера. И постоянно там есть люди разного возраста. Одним из наших направлений, которые мы много лет уже реализуем, это общегородские зарядки. В летнее время, каждую субботу, в парке в нашем в 9 утра можно прийти и провести время с пользой. Наши тренера спортивной школы и спортивных клубов проводят эти зарядки. И все, если кто-то у нас именитые спортсмены приезжают, всегда мы пользуемся случаем, приглашаем их, чтобы они показали мастер-классы. И жителям нашего города, и нашим спортсменам. Вот направление с прошлого года, которое мы реализуем, это производственная гимнастика на предприятиях нашего города. Пользуясь случаем, если где-то у нас есть руководители предприятия, приглашаем вас принять участие в нашем проекте. Приглашайте нас, наши инструктора с удовольствием придут и проведут для вас производственную гимнастику. Одним из важных направлений в летнее время это являются дворовые игры. С тосами совместно мы проводим. Сами наши инструктора выходят на площадки. Благо, что у нас сейчас площадок спортивных и детских очень много, поэтому на этих всех территориях в течение определенного времени по графику мы проводим такие вот игры с неорганизованными ребятишками. Новое направление тоже в прошлом году мы начали с нашими инструкторами и тренерами ДЮЖ. Это посвящение спортсмены. Посвящение спортсмены мы проводим с детского сада, то есть ребята могут познакомиться с различными видами спорта, принять для себя, может быть, даже уже решение, чем бы они хотели заниматься. Также мы в нашем реабилитационном центре проводим такие мероприятия и в летнее время тоже в парке проводим посвящение спортсмены в различные виды спорта. Это и хоккей, и самбо, и бокс, и то, что у нас развивается в городе. Одним из важных направлений у нас является реализация проекта физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Как уже Алексей Михайлович сказал в этом году, мы план свой, нормативы, знаков выполнили, но по итогам 2023 года мы занимаем 9 место в рейтинге республики. До этого были на третьем месте. Это связано с тем, что, к сожалению, это общероссийская проблема, что нормативы все сдают, а знаки нужно ждать в течение года. Поэтому интерес у людей к этому падает направлению, и очень трудно его реализовать. Но мы все-таки не останавливаемся, привлекаем. И с этого года у нас уже раньше было 11 ступеней, сейчас 18 ступеней, поэтому можно на сайте ГТО ознакомиться. И тоже по отдельному графику у нас идет прием на постоянной полоснове. И хотелось бы выразить славу и благодарность за ваш многолетний труд, который, безусловно, в презентации за 5 минут не расскажешь, не покажешь. Но все мы люди, живущие в городе Сербайкальске, видим своими глазами, какими темпами, да, и какие показатели, какими темпами развивается и волонтерская деятельность, которая раньше всего у тех или иных причин, конечно, не была такой потребности. И благодаритель программы Анастасия Николаевна в этом году, как вы сегодня говорили, уже 10-й год является инициатором и единым вдохновителем акции «Праздник каждой дома», которая нанесет за собой важную социальную составляющую. И зачастую деятельность строится на таком понятии, как эртруизм. И не так много людей, которые этим занимаются, именно из каких-то гений, соображений. И вот это сочетание той функции, которую Анастасия Николаевна выполняет, находясь на работе, и лично душевных характеристик, я думаю, оно должно нивелировать какие-то отсутствия. Есть вещи, на которые не повлияем. Это, конечно, наш бюджет, который все мы понимаем, что есть более первоочередные задачи, которые необходимо, конечно, исполнить. И, если я нечестно, благодарю вас за работу. И мне всегда импонирует с вами лично работать. И вы тот человек, который всегда, говоря, делает, и делая, об этом много не говорит. Спасибо за работу. Спасибо большое. Для информации, вот я, Виктор Владимирович, начала отвечать. Мы буквально, говорю, вчера отработали с Министерством спорта по включению наших объектов. Уже, как в презентации министра спорта, мы уже увидели, что физкультурно-спортивно-оздоровительный комплекс с ориентировочной стоимостью 250 миллионов рублей, тысячи миллионов рублей, запланирован. Строительство стадиона также стоит 131 миллион 200 тысяч рублей. Строительство открытой спортивной площадки с искусственным покрытием, новой, на территории мы планируем третьей школы. Строительство крытого хоккейного корта, продолжение строительства крытого хоккейного корта. Строительство лыжной базы микронозавличной, тоже 250 миллионов рублей. И также капитальный ремонт спортивного комплекса Нева, 76 миллионов рублей. И ремонт спортивных площадок для мини-футбола, получается, и вот с искусственным покрытием, которое у нас есть. Там порядка 2 миллиона 600, 7,5 миллионов рублей. Я думаю, что все общими усилиями это осуществится. Мы видим все равно, что как наш город развивается, все равно строится на месте. Когда-то мы не мечтали, что у нас будет крытый хоккейный корт, он уже есть, этот объект. Поэтому спасибо огромное за поддержку, что поддерживаете наши все инициативы, наши проекты. Мы будем работать дальше. Спасибо большое, Василия Николаевна. Евгений, дальше решите еще? Дополнить, конечно. То, что Василия Николаевна сказала про все вот эти заявки, мы заявки направили, но они еще не рассмотрены, не приняты еще к исполнению. По поручению президента работа проведена. В конце года мы будем знать, как это будет разбито по годам и по объемам финансирования. То, что касается по резиновому покрытию, которое на наших площадках, это давняя наша старая проблема. Мы ежегодно выезжаем, осматриваем. Раньше у нас не было возможности залатать дыры, так как у нас небольшой, только маленький объем, а крошку нужно вести, а там объем очень большой, дорого. Сейчас у нас площадка такая делается на территории гимназии номер 5. Как раз там будет площадка делаться с резиновым покрытием. И в том числе мы из этого объема и залатаем дыры, которые у нас есть сейчас в площадках наших, на баскетбольной и волейбольной площадке и футбольной. Про капитальный ремонт речи не идет, полностью мы не заменим, но частично мы заменим. Яна Сея Николаевна просто не в курсе, она была. У нас средства выделены на подготовку к 50-летию БАМа, потому что, естественно, будущее раскинуло, уже ответ 23-30 это было. Там 11 миллионов 400 тысяч рублей, поэтому мы обязательно найдем средства для того, чтобы покрыть резину в этом году отремонтировать. У нас есть такой шанс, потому что на гимназии номер 5 объем, там работа большой, поэтому найдем мы средства и дыры мы залатаем. В апреле в нашем городе состоялся традиционный благотворительный концерт «От сердца к сердцу». Перед началом концерта фойе была организована выставка продажи поделок. В этом году мы решили сделать фото-выставку, и наши особые ребятишки, они все у нас талантливые, кто-то у нас собирает алмазные мозаики, кто-то лепит из пластилина красивые поделки, кто-то делает букеты из лент, кто-то выжигает, кто-то делает даже подделки из гипса. Поэтому мы решили, чтобы каждый ребенок внес свой вклад в наше доброе сердце, поэтому решили выставить на продажу. Здесь нет цены. Вы ложите любую монетку и забираете любую подделку. То есть это наш вклад в общее дело. По традиции зрителям была представлена замечательная концертная программа, подготовленная силами детской школы искусств и творческих коллективов города. КОНЕЦ В эти непростые времена у большинства семей, где есть дети с проблемами здоровья, просто нет финансовой возможности на оказание им полноценной медицинской помощи. Купить дорогостоящие лекарства, поехать на обследование или реабилитацию, добраться до больницы в другом городе – все это стало возможным для сотен наших маленьких горожан, благодаря программе «От сердца к сердцу», у истоков которой стояла семья Давыдовых. Большие и маленькие коллективы, независимо от формы собственности, и, конечно, наши отдельные горожане не остаются в стороне от чужой беды. За 14 лет существования этой программы помощь получили почти 600 детей. Общая сумма пожертвований – 16,5 миллионов рублей. В этом году в нашем городе появилось отделение «Варди», которое дает новые возможности родителям особенных детей. Его руководитель Ольга Соболева вручила благодарственные письмо и цветы тем, кто на безвозмездной основе занимается делами фонда. А еще я хотела бы сказать спасибо вам, что вы пришли, что вы поддержали наших ребятишек. Спасибо, что вы приходите каждый раз, бросаете свои дела. И спасибо, что вы ложите деньги в эти урны, которые очень нужны эти деньги нашим ребятишкам. Спасибо вам за это. В завершении концерта были подведены итоги. В ходе проведения концерта на ярмарке поделок было собрано 9236 рублей. Зрители зала и организации – 118 600 рублей. По QR-коду уже поступило 5000 рублей. Итого в распоряжении фонда на текущий момент – 1 130 000 рублей. Большое вам спасибо, добрые неравнодушия сердца. Большое вам спасибо, землители. Большое спасибо, севербайкальцы, от фонда, от тех маленьких детишек, которым ваше доброе сердце помогает. Спасибо вам большое. 13 апреля в микрорайоне Заречный отмечался День поселка. В 1978 году на месте современного микрорайона Заречный была установлена первая палатка, которая и стала началом развития этого микрорайона. Сейчас Заречный празднует свое 45-летие. Вот идет черебуха, а рядом тополек. Вот идет каленышка, а рядом мастерек. Облака пузырявые, бескрайние поля. И все это родина моя. Многое изменилось с тех пор. Микрорайон хорошеет и увеличивается с каждым годом, несмотря на все трудности. В микрорайоне появилась чудесная большая детская площадка, современная новая школа, установлены остановки общественного транспорта, проводится благоустройство мусорных площадок и еще предстоит много работы. По проекту мастер-плана до 2030 года будет построен ФАП – культурно-досуговый центр с прилегающими спортивными и игровыми площадками и пройдет реконструкция лыжной базы. С наступившим юбилеем жителей и гостей праздника поздравлял глава города Олег Алексеевич Котов. От всей души поздравляю вас с небольшим, но юбилеем. 45 лет, это тоже возраст. По сравнению с многовековой историей России, конечно, еще младенчество, но Микрорайон, несмотря на свою юность, сделал многое. В период строительства Байкала-Ламурской магистрали и сейчас большой вклад вносит в развитие БАМа. Сейчас непростое время у нас, поэтому не все удалось сделать. И все, конечно, мысли наши нацелены на одно, на поддержку наших ребят, которые выполняют задачи специальной военной операции. Из Микрорайона очень много ребят. Байкала воюют мужественно, самоотверженно, достойны дедов и прадедов. И, конечно, мы в первую очередь ждем их возвращения домой живыми и здоровыми. И, конечно, только с победой. Как решим задачи специальной военной операции, конечно, дело у нас пойдет гораздо быстрее. Много планов, много задумок. Пока не все еще получается, но, уверенно, у нас с вами впереди большое будущее. Праздничное настроение жителей Микрорайона Заречка поддерживали всем знакомые мелодии в исполнении Духового оркестра войсковой части 76-28. Далее самые активные жители за неоценимый вклад в развитие Микрорайона награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. Очень обширная программа была подготовлена для жителей в этот день. С самого утра проводились соревнования по настольному теннису и шахматному турниру. На разных площадках соревновались по волейболу. Праздничную программу в честь 45-летнего юбилея подготовили творческие коллективы города. А вкусно поесть и выпить горячего чая можно было на выставке продажи, организованной самими жителями. Пироги и ватрушки, пирожные и блинчики с удовольствием уплетали взрослые и дети. Я всех поздравляю с этим праздником, с юбилеем. Это наш праздник. Мы здесь живем. Мы хорошо здесь живем. И надеюсь, что будет лучше, потому что программа наша до 30-го года касается и нашего Заречного. Все будет хорошо. Я как руководитель хора «Сударушки» хочу от всей души поздравить наших зареченцев. Я тоже зареченская. С 91-го года я здесь живу. И наши любимые «Сударушки» всегда выступают на праздниках здесь, на Заречи. И сегодня не исключение. Сегодня тоже мы будем петь. Так что от всей души поздравляю. Люблю всех. Всего хорошего. С праздником, дорогие зареченцы! Здоровья вам, любви, счастья! Всего хорошего! Я еще раз присоединяюсь ко всем поздравлениям. Учитывая такую погоду, говорим кратко. Здоровья всем, расцветания и благополучия! В этом году пожарной охране России исполнилось 375 лет. О мероприятиях в нашем городе расскажем далее. 27 апреля школьники города поучаствовали в интересном мероприятии. Для них сотрудниками пожарной части был организован показ пожарно-технического вооружения, оснащение личного состава, дыхательные аппараты и другое. Для спасения людей, для спасения с высоты, надо какой-то инструмент поднять наверх. Также ребята ознакомились со специальной техникой Байкальского поисково-спасательного отряда, сотрудники которого были также приглашены на мероприятие. Мероприятие получилось интересным и познавательным. Хотел бы поблагодарить нашу пожарную часть за предоставленную технику, за предоставленный инвентарь, который сегодня здесь присутствует. Большое спасибо. Конечно, ребятам очень интересно. Знать надо. Действительно, техника современная. Любой пожар, мне кажется, по рукам нашим работникам пожарной охраны. Ну и еще раз с праздником, потому что у них юбилей, счастья, удачи и как можно меньше пожаров, и чтобы все соблюдали правила пожарной безопасности. Далее уже на территории пожарной части сотрудников с профессиональным праздником поздравил Алексей Михайлович Купцов. Здравствуйте, товарищи! Здравия, товарищи! Поздравляю вас с 375-й годовщиной со дня образования пожарной охраны. Ура! 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 Ваша работа очень сложная, ответственная. Вы бережете город Сербайкальск от пожаров. Благодарю в первую очередь за работу. Желаю, конечно, вам благополучия, поменьше выездов, больше профилактических мероприятий. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким. В рамках классных встреч в 11-й школе ребята встретились с участником военно-патриотической игры «Зарница», команда которого победила в 1969 году. Известная и ожидаемая, любимая военно-патриотическая игра всех школьников «Зарница» в наше время перезапущена в новом формате. Игра возрождается с помощью общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». В детстве мальчишек и девчонок 70-80-х годов XX века, так же, как и в наше современное время, эта игра предназначается для воспитания патриотизма и готовности встать на защиту Родины. Военно-патриотическая игра «Зарница» является актуальной и интересной для современных ребят. Но мало кто знает историю зарождения игры в нашем северном крае. Для рассказа об участниках игр, которые проводились еще до начала строительства Байкала-Амурской магистрали, участники которых добились невероятной победы во всем Советском Союзе, было проведено это увлекательное и интересное мероприятие. Участников «Классного часа» приветствовал директор школы Ирина Понушкова. Ребята, сегодня действительно уникальные люди на нашей классной встрече, и вам сегодня очень многое, новое, что откроется. Наша «Зарница», которая в последние годы набирает обороты, и мы становились членами этого движения «Юн Армии», конечно же, это возрождение произошло, да? И представьте, много-много лет назад были такие результаты, когда наши севербайкальцы участвовали на заключительном этапе «Зарницы». Но мы, к сожалению, пока на заключительный этап с вами не попадали, поэтому есть к чему стремиться. Гостями мероприятия стали причастные к команде «Зарничников» того времени. Старшая пионер-вожатая Нелли Борисовна Шрагер, командир знаменитого отряда «Зарничников» из Северобайкалья, занявших первое место в районной и в республиканской игре «Зарница», и ставший призером всесоюзной «Зарницы» в городе Псков в 1969 году Анатолий Васильевич Перхоров, дочь руководителя команды «Зарничников» Геннадия Кучинского-Ирина. Ведущий мероприятия Виктор Кокорин представил презентацию ролика об участниках той знаменитой игры «Зарница» 1969 года. Как все начиналось. Вообще командующим «Зарницы» был маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян. Но здесь, собственно, мы увидим вот этот диплом, который поименно каждому был вручен. Вот Ордову Леониду, и, соответственно, видите, подпись маршала Баграмяна. За достигнутые успехи каждому «Зарничнику». Ну, это Анатолий Васильевич уже, скажем, со своими почетными наградами. А это Лена Кучинская, это внучка Геннадия Алексеевича. Когда я работал в гимназии, мы вот впервые в фотосюжет готовили на «Зарницы» 2008 года. Но, к сожалению, этот фотоколлаж, как бы, ну, внимания не обратили. И уже с ее младшей сестрой здесь, в школе 11-й, мы написали работу, выиграли «Шаг в будущее». И в 2014 году, 10 лет назад, первое место взяли в Москве. В прошлом году мы повторили этот успех с нашими юноармейцами. Мы в районной конференции, в селе Холодное, в межрайонной конференции, первое место заняли, и также на «Шаге в будущем», первое место. Присутствующие юноармейцы живо интересовались этой игрой. К «Зарничникам» того поколения поступало много интересных вопросов. Анатолий Васильевич, вопрос к вам. Как ребята поселковые стали лучшими по сравнению с ребятами Союза из больших городов? Ну, вся заслуга в этом была нашего пионера-вожатого Геннадия Алексеевича Кучинского. Ну, как лучшими. Просто время было такое, что учились мы, занимались спортом. У нас был такой предмет раньше в школе, он назывался «начальная военная подготовка». Было боевое оружие, которое хранилось в милиции, приносили его в школу. Это автоматы Калашникова, ну, не считая то, что вот эти карабины «Тозовка». Ну, вот мы учились его разбирать, собирать. Вот, были боевые стрельбы из этого оружия. Вот, стреляли мы. Тира не было, но мы выходили в сырой молоком, там, вставили мишени и стреляли из автоматов. Вот, занимались спортом, лыжами. Вот, ну, отряд был очень хороший. А после этого, когда Геннадий Алексеевич все это дело, мероприятие организовал, вот, нас отправили в Улан-Удэ, вот, где мы заняли первое место. Потом отправили на всесоюзную игру Зорница в город Псков, которая была на базе Псковской воздушно-десантной дивизии. Вот, ну, там мы заняли, честно говоря, заняли первое место. Ну, то, что какому-то неизвестному отряду из какой-то Бурятии, который никто не знал вообще про эту республику, ну, не на слуху было. Ну, отдали место это самое, другому отряду. Ну, там, в принципе-то, очки-то у нас были одинаковые. Вот, и все, потом, когда мы приехали, у нас в Улан-Удэ, в аэропорту встречало все правительство Бурятии. Потом, что еще помогло, мне кажется, да, тогда одержать победу, кроме вот этой природной закалки, природной подготовленности и вот этой силы физической, физической наших детей? Конечно, организаторские способности тех взрослых людей, которые за это взялись. Совершенно, конечно, бескомпромиссным остается, да, утверждение о том, что была мощная харизма моего отца, моего папы, который любил детей, который любил свое дело, которым занимался, который, да, был подготовлен, был целеустремлен, который был начитанным, который был таким развитым, да, глубоко чувствующим, глубоко мыслящим. Ну, мне кажется, да, здесь вот любовь к детям самая главная, наверное, роль сыграла. Меня зовут Лиза, я восьмой Б. Нелли Борисовна, вас представили как старшую пионерскую вожатую. Какую роль вы играли в подготовке к заранее личнику? Была такая должность, ребята, для учащихся первых, седьмых классов включительно, старшая пионерская вожатая. Тогда же были октябрята, октябрятские группы в начальных классах и пионерские отряды в пятые, седьмые классы. И вот пионерская вожатая, ну, это, наверное, сейчас я даже не знаю, это, наверное, как заместитель человека, который занимается воспитательной работой школы. Сейчас он называется заместитель директора по воспитательной работой. А пионерская вожатая, наверное, была вот теперь, если посмотреть, то заместитель этого заместителя. Вот так вот. Работа была очень интересная, очень грамотная, и система была выстроена очень хорошо. Сейчас этой системы нету, но я как-то думаю, что какая-то вот... Сейчас возвращаются к тем методам работы, которые были в советской школе, и эта система, мне кажется, она вернется. Соревнования по плаванию состоялись в нашем городе на минувшей неделе. Всего около 90 ребят разного возраста приняли участие в детских отчетно-годовых соревнованиях по плаванию. Сегодня 27 апреля 2024 года, и у нас состоятся очередные соревнования, ежегодные, отчетные, посвященные 9 мая, празднику Победы. В соревнованиях примут участие дети от 7 до 13 лет. Я желаю им хороших результатов, независимо от проплыва. Родители пришли поддержать участников, и мы очень рады, что в нашем городе такое мероприятие проходит. С приветственным словом к участникам обратился Алексей Михайлович Купцов. Дорогие ребята, уважаемые болельщики, родители, уважаемая Евгения Юрьевна, я рад вас приветствовать от администрации, от имени главы нашего города Олега Алексеевича Котова, от городского совета депутатов. Я вас поздравляю практически с завершением сезона. Вы первый раз участвуете в таких крупных соревнованиях. Вид спорта очень красивый, непростой. Я желаю, конечно же, вам сегодня успехов. И поскольку эти соревнования приурочены к 9 мая, пользуясь случаем, я всех поздравляю с наступлением Дня Великой Победы. И надо сказать, что по поручению главы города Олега Алексеевича у нас отдел по спорту проводит работу с Федерацией плавания Республики Бурятия. Стоит в задаче, чтобы ребятишки, показывая высокие результаты, получали разряды. Надо сказать, что уже в течение сегодняшнего и завтрашнего дня ваши результаты, ребят, будут занесены в протокол. Эти протоколы будут отправлены в Республику. И мы надеемся, что у нас появятся в городе первые разрядники. Ну а если в этом году этого не получится сделать, у вас вся спортивная жизнь впереди. Занимайтесь спортом, получайте удовольствие от того вида, чем вы занимаетесь. Плавание, еще раз повторю, это очень красивый вид спорта. Ну и пользуясь случаем, я хочу поблагодарить Евгению Юрьевну вас за вашу работу от партии «Единая Россия». Благодарственное письмо за большой личный вклад в развитие плавания в городе Сербайкальск, воспитание подрастающего поколения и пропаганду здорового образа жизни. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов и новых спортивных достижений. Спасибо вам за работу. Спасибо большое. Успехов. Единственный в городе тренер по плаванию Евгения Серебрюхова болела за каждого своего воспитанника. Отчетный концерт коллектива «Мы искрится. Просто мы маленькие звезды» состоялся 19 апреля. Этот концерт особенный. Он проводился в год юбилея руководителя этого коллектива, заслуженного работника образования Республики Бурятия, отличника народного просвещения Ольги Лабыревой. В этот день со сцены ее поздравляли не только воспитанники, но и другие творческие коллективы. Что самое примечательное, это большой, огромный поклон и спасибо моим родителям. Я уже говорю моим почти как родственникам. Потому что, несмотря на какие-то трудности, они всегда мне подставляют плечо и всегда меня поддерживают во всех моих начинаниях. Интересных, возбужденных таких, таких самых прекрасных. И поэтому я благодарна очень, в первую очередь, родителям, во вторую очередь, конечно, детям, которые, несмотря на мои какие-то суровые приказания, они все выполняют. И я за это всем благодарна. Я благодарна за то, что мне Бог послал вот этих детей и этих родителей. Спасибо большое. В поздравлении Мольги Лабыревой присоединились и другие руководители коллективов города. Со сцены звучали пожелания новых побед, вдохновения, новых высот, терпения и новых побед. Сегодня путешествие, волшебное путешествие в акробатику, в жонглеж, в вокал. Просто замечательно. Сегодня не устаю, вообще не устаю повторять и знать о том, что какие же у нас замечательные, талантливые дети и какие замечательные, талантливые руководители наших коллективов. Давайте поаплодируем, пожалуйста. Ольга Юрьевна, дорогая наша, можно вас на сцену? На самом деле я преклоняюсь перед вашим талантом, перед талантом ваших детей и перед замечательными вашими родителями. Много лет работает Ольга Юрьевна со своими воспитанниками. И сейчас ее коллектив является уникальным для нашего города. Подобного коллектива в городе пока нет. Коллектив «Мы из Крица» можно смело называть визитной карточкой Севербайкальска. На сцене с поздравлениями выступали и выпускники творческого коллектива. Им были вручены благодарственные письма за их вклад в развитие прекрасного творческого коллектива. Также Ольга Юрьевна сказала, что невозможно было бы добиться таких успехов ее воспитанникам и осуществить все планы без родителей, детей, участников цирковой студии. Я желаю вам крепкого здоровья, чтобы у вас всегда хватало сил на все задумки, идеи, мысли, даже самые невероятные вообще фантазии, идеи. Мы, конечно, все воплотим, вы это прекрасно знаете. Ну а что, наши самые лучшие, цирковая мы из Крицын, мы лучшие. Я вас люблю, поздравляю. Уважаемая Ольга Юрьевна, сегодня такой волнительный день. Не то, что для меня, а для всех выпускников наших. Я хочу вас поблагодарить за ваш труд, огромный труд, за профессионализм в цирковом искусстве. Мы вас очень сильно любим, желаем вам крепкого здоровья, чтобы нас выпустили, всех средних, младших. В общем, всего самого хорошего. 29 апреля в городском парке проходило мероприятие, посвященное Дню танца. Я желаю вам огромных успехов на этом пути, ярких эмоций, и пусть все у вас получится на самом деле. Желаю вам творческих успехов, педагогам творческого вдохновения, чтобы ваш огонек никогда не угасал. Танцуйте, живите, ведь танец – это жизнь. Я желаю всем здоровья, и пусть, когда вы танцуете, у нас происходит магия и включается волшебство. Международный день танца – праздник, посвященный всем стилям танца, отмечается 29 апреля. В этот день на площадке городского парка состоялся танцевальный флешмоб самых ярких творческих коллективов и просто детворы, которая активно приняла участие на празднике танца. Весна прямо нам улыбается. Хочется поздравить, сегодня 29 апреля, Международный день танца. Вы знаете, гармония, весна, искусство, творчество – все сочетается. И в этот прекрасный день мы под руководством Антона Валерьевича постарались собрать все коллективы нашего города, объединить их в один большой такой флешмоб, который будет говорить о дружбе всех коллективов, центров культуры, творческие единицы объединить, привлечь, конечно, к самому что ни на есть нашему любимому танцу. Танцы бывают же разные, классические, народные, какие-то эстрадные, современные, но все это звучит в одном прекрасном слове – танец. Поздравляю вас, любви, счастья, любите и будьте любимы. Разнообразные, яркие и зажигательные танцы. Это был настоящий фейерверк эмоций, ярких красок, смеха, веселья, красивых мелодий и движений, энергии и позитива. Просто взрыв эмоций. 2 мая в магазине «Дитан» состоялось традиционное освещение пасхальной продукции. Пасха – один из самых важных христианских праздников. Готовятся к нему с особым трепетом. Одним из обязательных блюд праздничного стола, конечно, является кулич. Свежий, мягкий, вкусный, приготовленный по правильной рецептуре с соблюдением всех технологий. Этот главный атрибут Пасхи можно купить здесь. Особо следует отметить, что в преддверии праздника компания «Титан» по традиции пригласила священнослужителей для освещения всей пасхальной продукции магазина. Это знак особой заботы о тех покупателях, которые не смогут осветить праздничную снеть в храме. Жители города Севербайкад и всех гостей поздравляют с таким светлым праздником Пасхи. Помимо пасхальных куличей в «Титане» можно купить наборы для украшений. А те, кто хочет испечь кулич самостоятельно, могут приобрести необходимые продукты в одном месте. Здесь в широком ассортименте представлены масло, мука, молоко и яйца. Компания «Титан» поздравляет всех севербайкальцев со светлым праздником Пасхи и ждет за покупками. На этом у нас все. Смотрите все выпуски программы «События недели» в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники», а также на сайте компании «Айронет». Мы увидимся на следующей неделе. Берегите себя и оставайтесь с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин